Определим продукты, разрушающие мозг. Это все масла из семян. Соевое масло, кукурузное, рапсовое вызывают сильное воспаление в нервной системе. Сахар. Пустые углеводы, хлеб, макароны, крекеры, печенье, вафли, блины, кексы. Эти углеводы быстро превращаются в сахар. Они еще содержат глютен. Глютен разрушает кишечник. Мозг и кишечник тесно взаимосвязаны. Все это усиливает инсулинорезистентность, а инсулинорезистентность лишает нервные клетки топлива, вызывая смерть нейрона. Господи, какая срань. Давайте я вам попробую привести аналогию, чтобы вы поняли, как я себя сейчас чувствую. Вот представьте, что вам нужно собрать пазл, один определенный пазл. А вам дают 10 коробок разных пазлов, смешивают все это в одну кучу, а потом собирают из этого какого-то голема и говорят, вот пазл я сделал. А ты смотришь на это недоразумение и не знаешь, с чего даже начинать не знаешь. Начнем с масел, которые якобы вызывают сильное воспаление в нервной системе. Я в который раз сообщаю вам, что вред исходит от переедания. Как только вы переедаете, любая пища добавляет в копилку воспалительных реакций. Масла очень калорийные, но в них нет ничего уникального воспалительного для вас. Что у нас там далее? Сахар. Да. Сахар также не является собой что-то уникально вредное, это просто углеводы, без витаминов и микроэлементов. В исследованиях, где обнаружены воспалительные реакции от сахара, не учитывалась калорийность. Современные исследования и метаанализы, где контролировалась калорийность, где сахар заменяли на другие углеводы, показали, что сахар не ведет к воспалительным процессам сам по себе и ничем не отличается от других источников углеводов. Далее нам перечисляется вообще все мучное. Я не знаю, ребят, если у вас непереносимость глютена, также известная как целая окея, болезнь такая, то да, у вас будут проблемы от глютена. Но если нет, то глютен вам не страшен. Больше скажу, я его сейчас отдельно использую, добавляю в выпечку. Отдельно, дополнительно. Сейчас некоторые нутрициологи должны упасть в обморок. Насчет инсулинорезистентности, я уже много раз говорил, что ее вызывает ожирение, низкий процент мышечной массы, не какие-то отдельные продукты. Мы можем это видеть по исследованиям, где люди избавлялись от диабета второго типа, что является финальным аккордом инсулинорезистентности, на низкокалорийных диетах. Причем не важно, были там углеводы, не было, не важно. Да, еще, конечно, очень помогали анаэробные, то есть силовые тренировки. Мышцы качаем, чтобы не было инсулинорезистентности. И не переедаем. Все.